Приветствую вас. Ну, хорошо. С мужчиной вы поговорили, со своим мужем вы все прояснили. Здорово. Ольга, вы молодец. Дальше. Два года мужчина ведет себя таким образом. Неприятных, страшных, наверное, даже. Вот. Возможно, есть еще какие-то аспекты, о которых вы не говорите, но тем не менее. История здесь, на мой взгляд, следующая. Для того, чтобы мужчина поменялся, ему нужна мотивация. Ага. Мотивация. Именно мотивация. У мужчины будет только в том случае, если вы измените свое поведение. Если вы свое поведение, Ольга, не меняете, то и в мужчинах вряд ли изменится. Ну, то есть, его все устраивает. Ничего не надо делать, ничего не надо менять. Возможно, имеет смысл даже предположить, что ему как-то выгодно вести себя так. С вами. Возможно, он просто устал или не хочет больше принимать активное участие в развитии семьи, в жизни семьи. Возможно, она ему надоела, а может быть и правда кризис. Это бывает. Но люди обычно при кризисах обращаются к специалистам, к врачам, к психологам. А вот ваш муж почему-то никуда никому не обратился. И сказать, что это странно, ну, не сказать ничего. Получается, получается, не так уж и волнует его состояние, раз он ничего не делает, чтобы его изменить. Понимаете, какая история. Вот и возникает вопрос. А может быть ему комфортно? Так. Может быть ему приятно? Так. Может быть ему хочется пребывать в таких отношениях? Понимаете? Какая история. Ну, если он ничего не делает, то логично предположить, что человек как бы не очень заинтересован в том, чтобы что-либо менять. Понимаете? Понимаете? Вот и всё. И тут уже вопрос. Тут уже вопрос. Насколько вообще мужчина всё это устраивает. Понимаете? Какая история. Если ему хорошо. Если ему нравится, как всё обстоит. Вот. что так будет и в три года, и в четыре года, и в пять. Понимаете? Вот. Поэтому нужно сделать так, чтобы вывести его из зоны комфорта. А для этого вам нужно в первую очередь от него отдалиться. Ну вот. Понимаете? Какая история. Ну вот. Вам нужно от него отдалиться. То есть, понимаете, у вас какая-то дихотомия наблюдается в восприятии ситуации. Почему дихотомия? Либо ждать, либо разводиться. Всё. Встреть его не дано. Но ведь жизнь, она же полна полимеров, верно? И, соответственно, адекватное отношение к ней состоит в том, чтобы чувствовать эти полимеры и выбирать именно то решение, которое максимально отвечает данной ситуации. Например. Твоего мужа вы любите. И, в общем-то, разводиться с ним вы бы не хотели. Вместе с тем, вы понимаете, что и жить так, как вы живёте сейчас, тоже нельзя. И это нормально. Поэтому, в этом случае, вы выбираете третий вариант. Между ждать и разводиться. Вы выбираете вариант отдаления. Вы предстояете с ним взаимодействовать на прежнем уровне. Предстояете уделять ему, возможно, своё внимание. Вы предстояете делать для него что-то и так далее. Вы чаще бываете, например, не с ним, а где-то ещё. Вы общаетесь более активно с другими мужчинами, например, и так далее. То есть, эта вся история, эта вся история заключается в том, как вы себя ведёте. Понимаете? И если вы хотите вести себя, ну, если вы хотите чего-то добиться, если вы хотите чего-то достигнуть, если вы хотите жить счастливо, то вам нужно что-то предпринимать. Вот. Но не ждать и не разводиться. Развод это когда мужчина уже прям вот всё, то он... Вы видите, что ему уже вообще на всё плевать, он ничего не хочет, вот. Вот. Он не готов, например, бороться, ну, за вас, допустим. Не готов он, ну, ничего делать, да. Ну, вот. И, соответственно, в таком случае, вы просто говорите ему, дорогой, ну, как бы я тебя люблю, но ты тянешь меня назад, поэтому извини, пожалуйста, мы с тобой дальше не по пути. Вот. И всё. Вот. Пока что, мужчина просто принимает то, что вы ему даёте. То есть, вы согласились с он, и он так живёт. Всё. Найти ему шанс, простимулируйте, выведите его из зоны комфорта, а там дальше уже будет видно, что делать. Может быть, увидев, что вы начали что-то делать, и он начнёт что-то делать. А может быть и нет, этого никто не знает. Но пока не попробуйте, не узнаете и сцены. Вот. С другой стороны, если вы разведётесь с ним, это может быть слишком поспешное решение, которое в итоге приведёт к тому, что вы будете жалеть об этом. Если вы будете ждать, это будет тоже решение направлено вам во вред, потому что вы будете чувствовать себя ущемлённой, уязвлённой, нереализованной и так далее. Вот. Понимаете? Я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Ну и посмотрите треугольник Карпмана для того, чтобы идентифицировать себя и лучше понять, в каком положении, в какой позиции вы сейчас находитесь, и что нужно сделать для того, чтобы из этой позиции выйти. Если появится желание, обращайтесь к любому из наших психологов, мы вам поможем. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Что?